Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Итак, сегодня я хотел поговорить об Иосифе. Потому что всех нас Бог, когда спасает, Он нас призывает к себе. Аминь. Да невозможно молчать, ведь от избытка сердца, говорят, уста. И там еще был один добрый брат, и у него имя было Иуда, да? Иуда был еще добрее, говорит, давайте мы его продадим. Такие братья добрые, хорошие. И не случайно про образ Иуды, потому что его продали за 20 тогда, вот этих местных денег там. То Иуда другой уже предал за сколько? За 30 серебряников. Поэтому здесь очень много аналогий в этой истории, очень много похожего, что произошло с Иисусом. И они забрали его одежду. Представляете, человек вообще без ничего остался, сидит там голый в этом колодце. И вот его забирают просто, ну как животное забирают. Без ничего, без одежды, и везут на арабский рынок, и продают его. Вот. И он оказался без ничего. Вот ничего у тебя нету. Представляешь? Ничего нету. Абсолютно ничего нету. Но что у тебя есть? У тебя есть вера. У тебя есть вера в то, что тебе сказал Бог. Аминь. И вот это тоже мы должны все понять, да. У тебя что-то могут забрать. У тебя что-то могут украсть. Но Бог говорит, то, что у тебя горит внутри, в твоем сердце, это никто не сможет украсть, если ты сам не отдашь. И поэтому вот мы должны действительно быть похожими на Иосифа. Потому что я думаю, каждый, наверное, проходил в какой-то мере предательство. Каждый в какой-то мере проходил какую-то оппозицию, какие-то гонения из-за того, что ты сам стал верующим, из-за того, что ты стал, как говорится, жить другой жизнью, да. Но, но мы видим, что Иосиф, он не сдался, он не капитулировал, да. Он не стал отступником. Он не стал роптать на Бога и говорит, Бог, что это за сны ты мне даешь, да, что это за такие пророческие вещи ты мне показываешь. И вот, знаете, я заметил, интересно, вот интересно, когда кто-то тебе даже пророчествует, ты говоришь, знаешь, у тебя будет там все классно, ты будешь такой шоколадный заяц там. Ну, я шучу, конечно. Ну, все у тебя будет хорошо обычно, да? Вы заметили? Все у вас будет хорошо, и все, вот и Бог будет делать то-то и то-то. И ты будешь таким-то, раз таким-то, и думаешь, орел, орел, прямо чувствую, крылья из-под пиджака вылази, да. Классно, классно, классно. И вдруг ты видишь, все идет наоборот. Все идет не так, как тебе говорили. Ты знаешь, вот в этом сне, ни в одном сне, ни в другом сне не было этого предательства братьев, да? Не было этого рва, не было рабской жизни, не было тюрьмы. Ничего этого не было. Там что был? Там был финал. Вот знаешь, когда, например, вот фильм, 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 и ты только финал смотришь. И в финале все классно. Там все хорошо, как сказал Билли Грэм. Я знаю, что в конце все будет хорошо. Я книгу Откровения прочитал, например. Все будет хорошо в конце. Да, в конце будет хорошо, если ты вот это, вот это, вот это все пройдешь. И поэтому в этом его видении, в этом сне ничего, абсолютно ничего не говорилось о всех вот этих трудностях, о всех вот этих бедах, о всех об этих проблемах. И мне кажется, что каждый человек, он сталкивается с непониманием, и он говорит, Господь, почему происходит не так, как ты мне говорил? Может быть, это какая-то лжепророческая мысль ко мне пришла? Может быть, это не ты мне говорил? Может быть, это я придумал? Потому что все происходит с точностью наоборот. И, конечно, эти вопросы, они всегда у нас возникают время от времени. Но, вы знаете, Бог хочет, Он всегда хочет, чтобы в нас умер наш ветхий человек, чтобы в нас умерла гордость. Гордость, друзья, это такая демоническая сила. От кого она пришла? Гордость. Она пришла от дьявола, да? И вот эта гордость, мы сами все сталкиваемся где-то с гордостью. Даже гордые люди сталкиваются с гордостью других гордых людей. И гордость, она никому не нравится. Потому что гордость, она всегда отталкивает. Гордость, она тебя унижает, она высокомерна, она и так далее, и так далее. Но ты понимаешь, что представляешь, как Бог относится к гордости. Если нам она не нравится, если мы не любим гордость, Бог вообще ненавидит гордость. Он против гордости. Он так и сказал, Бог против гордости. И вот даже разная, может быть, там степень гордости есть у людей. У кого-то там она зашкаливает, у кого-то чуть меньше, у кого-то там половинка, у кого-то по пояс, у кого-то еще как-то. То есть наоборот, сначала прям с головы все начинается, а потом меньше, 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 меньше. И для чего это все проходило осень? Для того, чтобы он освободился от этой гордости. Чтобы он действительно стал человеком, который не гордится тем, что ему дал Бог. Знаете, мы можем гордиться теми талантами, которые дал нам Бог. И мы тогда уповаем на эти таланты. И мы себя считаем лучше, может быть, выше, помазаннее. Потому что у меня это есть, а у тебя этого нет. И видишь, какой я помазанный, а ты какой недомазанный, да? Но для Бога важно, чтобы в нас не осталось этой гордости. Потому что пока в нас есть гордость, это говорится о том, что мы не доверяем Богу тогда. Понимаете, на сто процентов. И Бог тогда не может сделать на сто процентов, что Он обещал сделать в нашей жизни. Что Он пророчески говорил, да? Что Он тебе, может быть, пророчески показывал. Он знал, что вот эти вот одежды, которые вот, знаете, как вот, получается, Он там поменял эти одежды, менял, и мне это представилось, вот как, знаете, как луковица, там столько одежек, пока ты доберешься до сердцевины. Одна, вторая, третья там и так далее. Поэтому вот это вся наша внешняя, наша внешняя оболочка. Написано, что если семя не умрет, оно останется одной. Поэтому там у нас одна оболочка. Там за это еще какая-то. Там еще какая-то. Там еще. И потом только, оказывается, есть вот это то, что Бог говорит, это потенциал, это призвание, это дар, который я дал тебе, но Он уже очищен без всякой шелухи, без всяких примесей, без всякой гордости. И только тогда ты понимаешь и ты воздаешь всю славу Богу. Аллилуйя. Итак, Его продают. Его продают. И Его покупает Патифар. И вы знаете, что Патифар, он был в высокую позицию, в охране занимал, был начальником охраны. Ну, опять же, во сне не было, ни рабства не было, ничего этого не было. И что, какую Ему одежду дают? Какую Ему дают одежду? Нет. Ему пока дают одежду раба. Ему дают одежду раба. И вы знаете, вот действительно, Бог, Он хочет нас научить служить. Служить. Потому что люди хотят сразу какую-то позицию, какую-то должность, каким-то портфелем ходить и надувать щеки. Ага, это я, ого, это у меня. Но Бог говорит, подожди, портфель, он в конце, в последней серии будет. А пока, пока ты будешь проходить разные испытания, разные вещи, пока эта вся шелуха подлетает от тебя, вот потом уже, в конце, ты получишь то, что я тебе обещал. И поэтому Он одевается в одежду слуги. Он становится слугой. И Он служит. И вы знаете, Он не просто служит, потому что можно служить по-разному. Можно служить из лица, быть недовольным, что меня заставили, что я это делаю, и я не хочу это делать, но я это делаю. И весь мой вид говорит о том, что меня это напрягает, и я этого не хочу. Но разве так служил Иосиф? Разве так он служил? Нет, он так не служил. Написано, что он служил так, что все видели, что он делает это от всего сердца. Аминь. И его хозяин, его Патифар, заметил, что он отличается от других слуг. Потому что другие слуги или другие рабы, их надо было гонять, их надо было там, не знаю, что, заставлять их там, пугать, чтобы они что-то делали. А это какой-то другой раб. Он какой-то другой. Он делает все с радостью, он делает с удовольствием, он делает лучше, чем он мог бы сделать. Не хуже, как обычно. Ну, лишь бы, лишь бы. Нет, он делал лучше, чем другие. И Патифар это заметил. И он стал его возвышать. И больше, и больше, и больше. Да, мы читаем в конце, он его поставил над всем своим домом. Слава Богу! Но он не сразу стал над всем домом, понимаете? Вот почему Бог учит нас подчинению. Подчинению, друзья. Подчинению. Ведь, когда он пришел простым рабом, там были старшие рабы. Знаете, что там тоже есть? Старший слуга, или там старший раб, и такой, и такой, и такой. И ему нужно было подчиняться. Ему нужно было много делать того, что мы просто говорили. Ты должен это сделать. Ты должен вот это сделать. А что делает раб? Ему приказывают, и он делает. И он делает, и он должен это делать. Но я думаю, что он делал это с другим сердцем. Он делал по-другому. Написано, и Господь был с Иосифом. Понимаешь, когда ты делаешь как для Господа, даже в рабстве, ты это делаешь, потому что ты с Господом. Если ты не с Богом, ты не будешь делать как для Господа. Правда? Но то состояние его жажды по Богу, то состояние его ревности, то состояние веры, оно никуда не улетучилось, оно никуда не исчезло. Если это в тебе есть, оно будет оставаться и в тяжелые времена, и в трудные времена. Это мы говорим принцип тюбика. Нажали, и из тебя вышло то, что есть в тебе. И если бы в нем этого не было, в нем бы этого не было. Там была бы горечь, там было бы разочарование, там был бы ропот, там была бы злость. Если бы он был этим наполнен, но он был наполнен Богом. И поэтому Бог был с Иосифом, и Бог давал успех ему. И поэтому постепенно, 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 он поднимался, поднимался, поднимался. И в конце концов, в конце концов, Патифар настолько доверял ему, что он даже не вникал ни в какие дела своего дома. Он управлял всем домом, всем хозяйством. А там, я думаю, там было много слуг, там было много разных у него. Скорее всего, там были и сельхоз, рабы, и такие, и такие, и такие. Потому что это был очень богатый человек. Он был начальником охраны при фараоне. Это очень высокая должность. Но, благодаря тому, что было в его сердце, благодаря тому, что было в его сердце, он это делал по-другому. Знаете, поэтому мы часто говорим, вот если бы у меня были такие обстоятельства, вот если бы у меня был такой начальник, вот если бы у меня было то, если бы у меня было вот это, если бы, да, если бы до кабы, выросли бы грибы. Но, ты знаешь, мы попадаем в такие ситуации, в которые мы попадаем, И Бог говорит, как ты в этой ситуации будешь себя вести? Как ты в этой ситуации будешь служить? Как ты в этой ситуации себя проявишь? От этого зависит, что будет дальше. И мы знаем, что там произошло, да, помните? Что жена Патифара, она заприметила его, да? И она ежедневно ему говорила, ежедневно его склоняла, да? И вы знаете, здесь, я думаю, такой пример есть. Когда ты начинаешь подниматься, кто-то появляется вокруг тебя, который хочет украсть у тебя это помазание, да? Который хочет украсть у тебя это призвание, украсть твою судьбу, которую тебе Бог приготовил. И он начинает тебя куда-то склонять, вот куда-то склонять, куда-то склонять. Ну вот давай так вот, давай сделай вот так вот. И написано, что так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Понимаешь, вот мы можем сказать, а, это такой везунчик, ему все время везло, да, ему везло, сначала убить хотели, потом рабом сделали, ему так везло постоянно. Нет. Мы понимаем, что противостояния, они будут у тебя везде. Ты понимаешь? Даже когда ты хорошо делаешь, даже когда ты угождаешь Богу, дьявол-то, он не дремлет, он ищет, как тебя проглотить, на что тебя поймать, на чем тебя поймать и какую тебе наживку дать, чтобы ты попался. И когда ты клюнул, он тебя подсек, как эту рыбу, ага, попался, попался. Но ты знаешь, он не попался. И она схватила его одежду, да, и он убежал. И он опять остался без одежды, друзья. Опять он остался без одежды. И как бы за все его добро, за все его благодеяния, он попадает в тюрьму. Попадает в тюрьму. И ему дают какую одежду? Ему дают новую одежду, друзья. Но ему дают не только одежду, его еще заковывают в кандалы, потому что это тюрьма. Это там он, может быть, ходил, да, он был рабом, он стал старшим этим рабом над всеми рабами, да. Но там он ходил, туда-сюда, у него там была свобода передвижения. И тут он попадает в тюрьму. Я читал, что тюрьмы того времени, это не тюрьмы нашего времени. Это были обычно глубокие ямы в земле. Там не было солнечного света, там не было воздуха. Там от одного зловония можно было умереть. И вот он попадает в эту тюрьму. Еще плюс на него одевают все вот эти оковы. И одевают на него эту одежду, одевают на него, так сказать, то, чего он был недостоин. Но вы знаете, что интересно? Что и в этой ситуации он остается верным Богу. Аллилуйя. Знаешь, вот всякие ситуации, они как бы тебя тоже испытывают. И когда человек не настроен двигаться, служить, смиряться, он очень легко попадает в разные ловушки. Его легко купить. Помните, как Исаф? В принципе, он продал свое перволюство, свое призвание. За что? Просто за тарелку борща. Просто за то, что он хотел есть. То есть вообще так дешево продался, что дальше некуда. Но он продал свое призвание. Он не захотел двигаться в этом призвании. Он не захотел смириться. Он не захотел согласиться. Не захотел сделать то, что он должен был бы сделать. И поэтому, когда мы проходим испытания, это самый наглядный пример. А что же у нас внутри есть? Есть ли у нас вера внутри? Или у нас там пустота? Или у нас там борщ? Или у нас другие там ценности? Что в нашем сердце именно во время трудностей оно так легко вылазит? И это так легко видно. Поэтому Бог нам говорит, мы же не просто проходим испытания, что зачем нам эти испытания? Но когда мы читаем о Боге, мы видим, там есть всегда разные измерения. Вот на каком измерении ты останешься? Даже помните, как они в Ветхом Завете приближались к Богу. Там был внешний двор. Там было святилище. Там было святое святых. Вот на каком уровне ты в своей духовной жизни хочешь находиться? Потому что, чтобы попасть в святой святых, надо двигаться, надо идти дальше. Да, но там присутствие, там слава, там Бог тебе говорит. Может быть, на внешнем дворе там и веселее, там коровы, там люди, там все, там шумит, жизнь кипит и так далее, а там никого нет. Но Бог нам всегда говорит, друг мой, я хочу, чтобы ты был святом святых. Я хочу, чтобы ты пришел именно туда, где я тебя жду, и куда я тебя зову, и куда я влеку тебя узами любви. Аминь. И поэтому это от нас зависит. Мы остановимся в нашем духовном развитии, или мы будем продолжать, или нам уже вот этого хватит. Нам вот этого хватит, мы можем привыкнуть. Знаете, может быть, Иосиф тоже уже привык там быть, служить у Патифара, уже вроде бы он освоился, все хорошо, он уважаемый человек, и так далее, и так далее. Но ведь не это же ему говорил Бог. Не об этом было его пророчество. Не к этому вел его Бог. И иногда бывает, что мы где-то засиделись, и какая-то ситуация происходит, Бог как бы подталкивает нас и говорит, да, тебе надо идти дальше. Но смотри, чем ты идешь дальше, как бы ты опускаешься ниже. То есть он опустился туда, вниз. А что это говорит вниз? Вниз, это говорится, смирение. Когда ты, говорит, будешь смиряться, я тогда тебя подниму. И поэтому вот это смирение, оно проходило разные этапы в жизни Иосифа. Может, мы не до конца как бы понимаем, имеем откровение о смирении, потому что само слово смирение, оно не вдохновляет многих людей, это смирение, благословение, успех, процветание, развитие и так далее, богатство, слава и так далее. Все это вот такие слова, такие позитивные для нас дают настрой. Но Бог, говорит, ты понимаешь, человек, потому что если тебе сразу дам то, вот все то, у тебя крышу просто снесет. И ты не сможешь там быть, если я тебя туда поставлю. Сразу бы, например, перенесся Иосиф на место правителя. И что бы было с Иосифом? И он бы стал просто как египтяне, точно такой же, как и они все. И он ничего бы не сделал, то, что Бог хотел сделать через него. И поэтому мы иногда не понимаем, Бог, ну почему вот это в моей жизни происходит, вот это в моей жизни происходит, почему мне так трудно, почему мне так больно, почему вот я переживаю какие-то всегда, какие-то давления, трудности. И если мы не понимаем, как Бог с нами работает, то для нас тогда это угроза. И тогда мы готовы что-то сделать, что-то продать, что-то придать, лишь бы как бы, знаете, освободиться от этой ситуации. Например, Иосиф, да, вот он хотел есть. Ну а зачем мне, говорит, это первородство? Ну я хочу есть. Я хочу есть сейчас. И многие люди, которые должны были быть в своем призвании, которое Бог имел для них, высокое призвание, да, высокое помазание, они не дошли туда. Потому что уже на самых первых этапах они уже сдались. И я поэтому верю, что Бог говорит, Иосиф, это то, что Бог хочет видеть в каждом из нас. Просто насколько ты, насколько ты согласен доверять Богу, насколько ты согласен смиряться, Бог гордым противится. Это не просто, знаете, такие слова, которые, ну, Бог гордым противится. Но если ты будешь вдумываться в это и понимать, почему, по какой причине ты поймешь, что, да, вот эта глубокая греховная природа, да, вот эта демоническая сила гордости, она хочет все разрушить. Она хочет все уничтожить. И если вот эта сила, вот эта закваска, она будет оставаться в тебе, она начнет потом расти. Она начнет потом больше и больше и больше действовать. Хорошо, мы посмотрим, что было дальше. Вот, поэтому Господь нам говорит всегда, там, пишу вам дети, да, пишу вам юноши, пишу вам отцы. Почему? Потому что это все говорится о том, насколько мы возрастаем, о том, насколько мы хотим идти дальше за Богом. И поэтому, может, кто-то меня слушает сегодня, и ты как бы на грани где-то сдаться уже, где-то остановиться, и ты не хочешь там делать то, и ты не хочешь это. Но, видите, он был слугой, он был слугой, да? Много лет он был слугой. Для чего? Для чего он был слугой? Он кланялся всем. Понимаете, слуга, он кланяется, он кланяется, он кланяется, он кланяется. Знаешь, прежде чем тебе кто-то будет поклоняться, да? Как бы ты станешь в какой-то позиции. Он говорит, ты сначала сам должен научиться кланяться. Ты сам должен научиться служить. И я вот вижу, вот в служении в жизни самая большая проблема, в основном это с подчинением. Вот куда ни крутись, а постоянно сталкиваешься, люди не хотят подчиняться, они не хотят смиряться, они не хотят быть слугами, они сразу хотят быть там топовыми людьми. Вот как Иосиф, да, вот у него во сне там был, он был топовый человек, да, все покланятся, все это было. Но Бог говорит, я тебе туда сразу не приведу. Пока ты сам не научишься поклоняться, пока ты сам не научишься служить и смиряться, туда ты не попадешь. Туда ты попадешь только через смирение. И поэтому, если Бог хочет доверить кому-то власть, Он всегда говорит, научись сам подчиняться власти, да, как сотник, мы вспоминаем его. Говорит, я человек подвластный, я понимаю, что такое власть, я понимаю, как надо подчиняться, как надо служить, да. И многие почему-то упорно не хотят вот это делать, но вы поймите, что Бог не может вас туда дальше передвинуть, вы не можете перескочить и попасть, как говорится, сразу в дамки, да, там играешь, играешь, оп, и ты там. Нет, нет, Он говорит, нет, сначала ты идешь туда, туда, а потом, говорит, Он тебя поднимет в свое время. В свое время Он тебя поднимет. У нас, кстати, очень мало времени осталось. И мне придется заканчивать, я думаю, что я продолжу в следующий раз, потому что мы еще по тюрьме там не прошлись, как следует. Мы еще, чтобы попасть во дворец, мы еще там в тюрьме должны провести какое-то время и понять, что происходило с Иосифом в тюрьме, да, что там было, как там было, да, и потому что вы помните, что уже почти рядом, свобода была почти рядом, да, когда вот Он пророчески объяснил сны в Денина Черпия Хлебодара, но они забыли про Него. Они на два года Его забыли. И нам кажется, Господи, Ты забыл меня! Ты забыл меня! Нет, говорит, я Тебя не забыл. Я просто смотрю, Ты созрел уже или нет еще? Ты еще не дозрел. И вот нам накажет Господь, да, я готов уже. Я готов! Я готов! Говорит, иди еще потерпи немножко, ты еще не готов. Скоро ты будешь готов. Скоро, очень скоро. И ты будешь готов. Вот, поэтому хочу помолиться сейчас. помолиться вместе с вами. И чтобы действительно мы могли понять, что то, что Бог делает с нами, это уникально. И это благословенно. Потому что Он учит нас, да, как написано, как Отец учит своих сыновей. Хотим ли мы быть хорошими, послушными сыновьями, дочерьми? Почему опять же возвращаемся, да, Иосиф любил, Яков любил Иосифа. Почему он его любил? Ну, потому что он любил своего отца. Он любил Бога. И поэтому мы давайте встанем там, где вы сейчас находитесь, и просто поблагодарим Бога, что Бог нас ведет, друзья. Написано, что Бог нас ведет. Он ведет нас на пути жизни. Он приготовил для нас лучшее. Он приготовил для нас благословение. Он приготовил для нас победу. Он все это приготовил. Это финал, друзья. Но Он говорит, когда ты туда попадешь, ты должен быть уже другим. Ты должен совлечь своего старого ветхого человека, как написано, да, вот эту старую одежду, и облечься в новую, которая создана по Богу в святости, в непорочности, в вере. Вот какую одежду нам приготовил Господь. Вот какую одежду. Он говорит, вот эта одежда тебе будет всегда, всегда к лицу. Вот в этой одежде ты будешь выглядеть по-другому, ты будешь другим человеком. И поэтому я молюсь, я благодарю, что Дух Святой, Он ведет нас, Он направляет нас, Он вдохновляет нас, Он помогает нам, как написано в наших немощах, в наших трудностях. Поэтому я только могу представить, какие близкие отношения у Иосифа были с Духом Святым. Потому что, несмотря на все то, что происходило с ним, мы не слышим ни одного слова ропота, ни одного слова недовольства, ни одного слова. мы там не находим. Почему? Потому что Он был с Богом, а Бог был с Ним. Он хранил свое сердце, как там написано. Храните свое сердце, друзья. Пусть оно будет чистым. Пусть оно не будет загрязненным завистью, ненавистью, ревностью, жадностью, бунтом и так далее. Это все грязная одежда, это все старая одежда, которая вам не нужна. Вы не войдете в этой одежде туда. Вы не сможете, потому что вас не пустят. Там дресс-код есть, там есть пароль, чтобы войти в ту сферу, которую Бог приготовил. Да, там есть свой дресс-код, своя одежда. И поэтому написано совлечься старого человека, ветхого человека и одеться, облечься в нового. Господь, мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. Я просто благодарю Дух Святой, что Ты касаешься сердец людей, что Ты открываешь их духовные глаза и духовное понимание, потому что нам хочется все быстро, нам хочется сейчас, сразу. Но Бог, Он смотрит, Он учит нас терпеливо, Он учит нас любовью, Он учит, как отец написано, учит своего сына. Поэтому Бог говорит, доверяй мне, доверяй мне, доверяй мне. Посмотри, сколько я Авраама учил, посмотри, сколько я Моисея учил, сколько я Давида учил, сколько мне тебя еще надо учить. Согласен ли ты быть моим учеником? Согласен ли ты? Хочешь ли ты это? Или ты будешь злиться, будешь недовольным? Тогда ты потеряешь. Ты потеряешь этот путь, потому что это путь истины, это путь жизни, это путь, по которому ты идешь вместе с Богом. И Он тебя проводит, и Он тебя ведет, и Он тебе обещает. Если Бог обещает тебе, то написано, верен Бог, Он обязательно, обязательно исполнит. Он не может не исполнить того, что Он обещал тебе. И поэтому мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, наш Господь. Мы благодарим Тебя, любящий Отец, за те планы, что Ты имеешь для каждого своего ребенка. И поэтому мы хотим слышать и слушаться, и идти за Тобой, Господь. Во имя Иисуса Христа. И все сказали, Аминь! Аминь! Слава Богу! Слава Богу!